Кстати, ты видел, какая некрасивая, некрасивый был жест со стороны Романа Абрамовича, которому разрешили продать клуб Челси, британское правительство, только при условии, что деньги пойдут в фонд восстановления Украины, а он теперь, когда продажа состоялась, он говорит, не, я не хочу давать туда деньги, я хочу россиянам отдать деньги. Не, он сказал и туда, и туда. Ну, ты понимаешь. Олеся, что ты от них хочешь? Они все одинаковые. У меня иллюзий по поводу российских олигархов, по поводу вообще их политических дел, у меня иллюзий по их поводу давно нет. Швеция не исключает возможности нападения... Швеция это страна Юрия Борисовича Швеца? Мы у него спросим в следующий раз. Не исключает возможности Швеции нападения со стороны России. Комитет парламента Швеции по вопросам обороны выступил с докладом, в котором говорится о возможной угрозе нападения со стороны России. Об этом узнала шведская телекомпания SVT. А что тут комментировать? Швеция помнит, как Советский Союз напал на Финляндию в 40-м году? Все помнят. Быстрее бы страной НАТО было? В 40-м или в 39-м, я вот сейчас думаю. Наверное, в конце 39-го. Да, быстрее бы была страной НАТО. Еще одно интервью, очень необычное, интересное, вышло у нас на сайте уже, в текстовой версии. На сайте Гордон. На сайте Гордон, конечно же. А кто мог подумать что-то другое? Ну, как вы могли так подумать? Роберт Зубрин. Известный американский аэрокосмический инженер, писатель, вдохновитель Илона Маска по покорению Марса. Приехал в Киев. И как раз мы смогли с ним записать интервью. Лена Пасканая, наша журналистка, сделала. О чем он говорит? Что сейчас война космическая и будут побеждать высокие технологии. Что Тараса Шевченко и Украина должны быть известны как раз в космосе. Что нам нужно смотреть туда. И на Марсе в течение 10 лет будут рождаться дети. Если, конечно, Илон Маск, как он сказал, не подскользнется сейчас в своих экспериментах. Потому что он толкает эту тему. Он хорошо знает Маска. Я еще раз скажу, что именно... Маска, Маска, я вас знаю. Под влиянием идей Зубрина по покорению и освоению Марса для землян. Маск затеял свою космическую программу. Зубрин рассказал, что он спорит с Маском всегда по украинскому вопросу. Он считает, что, конечно же, важна его помощь с спутниками, со старлинками Маска. Но он говорит о том, что он не считает, что он какой-то там сейчас... То, что такие странные, да, он выдвигает очень пророссийские идеи, что это он агент Путина. А он считает, что на него просто дурное влияние оказывают люди из его окружения. Там есть такой у него близкий ему человек Дэвид Сакс. Он назвал. Кстати, о нем тоже американские СМИ писали. Который очень любит русских, как-то с ними связан. И пытается всячески внедрять вот эти все дурные идеи в голову Маску, да, которые выгодны сейчас Путину. И Зубрин сказал, что он... Вот они на прошлой неделе последний раз говорили. Говорит, я еще раз посоветовал Маску приехать в Киев, побывать в Буче. То есть, ну, везде, да, посмотреть, что русские здесь наделали. Чтобы еще раз вот самому уже сложить мнение, удостовериться и принять предложение Владимира Зеленского. Понятно. Спасибо Маску за Старлинг, который у нас стоит. Спасибо Маску за помощь Украине. И не мешало бы господину Маску, конечно, стать на сторону справедливости. Окончательно и безоговорочно. Потому что, летя на Марс, но поддерживая при этом Россию, можно поскользнуться на Марсе. Хотя, как пели в старой советской песне, и на Марсе будут яблони цвести. Не знаю, как про детей рождаться, но цвести яблони наверняка будут. Я бы на Марс слетал, конечно, после Победы. Интересно. Если это недолго, лететь туда. Я думаю, Дима, что в Украине будет очень много работы, поэтому на Марс поездку придется чуть отложить. Ну вот, опять не дали. The Telegraph написала статью, в которой рассказывает о страстях, которые кипят, бурлят вокруг избрания будущего агентсека НАТО. Кстати, важнейший. Это важнейший вопрос. Один из кандидатов, о котором давно говорят в кулуарах, прекрасный кандидат и с точки зрения репутации. Бен Воллес. Конечно, да. Нынешний британский министр обороны, который очень много делает для украинской победы. The Telegraph говорит о том, что против его назначения выступил Макрон, что он блокирует эту кандидатуру. Ну там, понимаешь, Великобритания же вышла из Евросоюза, и поэтому и Макрон, и Шольц, и ряд других государств Евросоюза, кроме Польши, и Нидерландов, стран Балтии наверняка, вот они за Бена Воллеса, а большинство стран против. Они хотят, чтобы это был все-таки человек из Евросоюза, потому что даже внутри НАТО налицо соперничество Евросоюза и англосаксов. Поэтому, понимая это, Байден и предложил Столтенбергу остаться еще. Столтенберг 10 лет, если мне не изменяет память, уже руководит НАТО. Это очень серьезный человек, безусловно. Ну посмотрим, если не придут к солидарному мнению по Бену Воллесу, то останется Столтенберг наверняка. Российские СМИ пишут, что у Пригожина, видимо, не хватает уже уголовников. Мяска. Мяска не хватает. На вербовку. Пошел в другое он направление, и теперь ЧВК Вагнер вербует геймеров. То есть вот тех реально, кто сидит и часами играет в этом своем мире. Кстати, в войнушки часто играют они. Они определенного склада, в принципе, ума люди. И вот именно этих он подбирает на войну. Но война виртуальная и война реальная – это вообще разные совершенно реальности. Ну я не знаю про геймеров, что они там могут. Может быть, он имеет в виду вербовать их для управления дронами и так далее. Ну не знаю, в полевых условиях не каждый геймер пойдет воевать. Геймер, причем это не фамилия. Центр над сопротивлением написал, что Россия перебрасывает на передовую выпускников военных вузов. Курсантов, которые еще учатся, тоже отправляют на войну. Вот не хватает. Смотри, Путин боится начать мобилизацию, потому что у них есть данные, что это ударит по его рейтингу, по его власти и так далее. У него впереди все-таки выборы президентские. Не будем забывать. Как бы они их не фальсифицировали, все равно нужно иметь устойчивое большинство. Поэтому происходит следующим образом. Мобилизовывать мы не можем, поэтому добровольная основа, контракт и военное училище. А почему нет? Ребята, вам учиться 5 лет. Вот вам шанс, смотрите. Сейчас пойдете там годик повоюете, лейтенантские погоны получите. Прошли опробование в бою. Апробацию в бою. Почему нет? И это возможно. Плюс денежки платят. Ну, опять-таки, у Путина же вопрос один. Ему нужно воевать меньшими усилиями, чтобы ни в коем случае не трогать Москву и Питер. Чтобы не злить людей, электорат свой, в больших городах особенно. В столице так точно. Кем он воюет? Кем он начал воевать? Нас меньшинствами, которых ему не жалко. Якуты, пожалуйста, дагестанцы, чеченцы. Какие проблемы? Их убивают, он их не жалеет. А когда их жалели? Когда в России их жалели? Чеченский народ вообще взяли и весь выслали. Сколько там погибло по дороге? Сколько умерли во время эвакуации? Извини, во время ссылки. Кто их считал? Кому это интересно? Понимаешь? Точно так же сейчас. Значит, воюем нас меньшинствами и воюем зэками. Не жалко. Главное, не трогать москвичей, питерцев, жителей больших городов. Чтобы не было возмущений. А так, ну что думает пресечный москвич? Чеченцы пошли, убивают их. Так и правильно, и хорошо. Кого? Якутов? Так и ладно, это же не нас. Таджиков нанимают, которые за гражданство России идут воевать. Отлично. А нам-то что? Нас это не касается. Вот так думают русские. Они, ты знаешь, русские же в основном многие фашисты. Это правда. Это правда. Нацисты, расисты. Ты поговори с русскими про чернокожих людей. Они тебе все расскажут, что они про них думают. Поговори про выходцев с Кавказа, про выходцев из Средней Азии. Они тебе все расскажут. Редактор субтитров А.Семкин